Всем огромный привет! Сегодня у меня на обзоре парфюмерные воды Russian Present от бренда Sergio Nero. Данная линейка производится в России компанией Unitop. Они работают совместно с французскими парфюмерами. Не просто так у меня стоят две матрешки, так как эта линейка Russian Present тоже такая оригинальная в форме матрешек. Так, упаковка вот прямо очень-очень привлекательная. Я когда увидела саму упаковку, мне уже захотелось быстрее открыть и посмотреть, что же там внутри. Молодцы, конечно. Оформление замечательное. От упаковки до флаконов и сами ароматы. Давайте вот так покажу немножко поближе. Мадын России написано. Вот так выглядит флакон. Давайте познакомлю я вас с самим ароматом. Флакон выглядит вот так, как на коробочке было изображено. Мне очень понравилось, что плоский этот флакончик. Благодаря этому очень хорошо встает в кармашки сумочек, в боковые кармашки. 35 мл в парфюме. Это парфюмерная вода. Симпатично выглядит распылитель. И распыляет очень... Вот крышку покажу изнутри. И распыляет очень хорошо. Поставлю чуть-чуть бочком, потому что зеркальная крышка. И я буду в ней просто отражаться. Давайте прочитаю ноты этого аромата. Russian Present Red. Направление аромата цветочно-фруктовое. Начальные ноты апельсин, бергамот, грибфрут, кассия, мандарин, черная смородина. Ноты сердца. Абрикос, жасмин, ландыш, лилия, роза. И базовые ноты. Амбра, бобы тонго, ваниль, кедр, мускус. Сразу чувствуется, что этот аромат нелегкий, непростой, очень насыщенный. И можно даже сказать сложный. Понравился он мне тем, что он раскрывается. Понятно, что любая парфюмерия идет на любителя. То есть, если это ваш аромат, то я думаю, вам понравится. Он хоть и тяжелый, в меру сладкий. Даже такой хороший сладкий аромат. Но вот это раскрытие аромата меня покорило. Действительно чувствуются первые ноты, вторые, третьи. Когда только наносишь, сразу чувствуешь черную смородину и грейпфрут. Поэтому немножко аромат такой тяжеловатый, благодаря грейпфруту. Но позднее раскрываются цветы уже. И идет в последних нотах ваниль. И как-то вот уходит он на легкость, на сладость, на что-то такое. Стойкость, как я поняла, зависит от количества нанесения. То есть, достаточно стойкий аромат. Он держится 2 часа для окружающих прямо хорошо. Через 4 часа вы еще сам хорошо чувствуете его на себе. Но если на себя нанести, например, не на одну зону, а там и на 2-3, то будет держаться долго. На одежде держится вообще долго. Я наносила на себя его, например, 12 часов дня. Вечером я его слышала на одежде хорошо. На локтевом сгибе я тоже слышала его хорошо. Но для окружающих, конечно, через 3 часа надо бы обновить. Если вы хотите, чтобы вы благоухали. Но, как я сказала, аромат немножко сложноватый. Он терпкий такой, сладкий, насыщенный. Я не люблю давать возраст ароматам. Но вот на молоденькой девочке я его, честно, не представляю. Давайте покажу следующий аромат. Russian Present Blue. Вот такая красивая матрешка. Уже оформление идет, если первая Red с золотом, то тут с серебром. Такое очень-очень красивое оформление. Я не знаю, я даже в коробочке влюбилась, если честно. Сама упаковка, вот ее я обычно выкидываю в упаковку, а тут, правда, жалко. Давайте я вам покажу теперь эту матрешечку. Также ее крышка зеркалит. Внутри уже серебро на самом дозаторе. Распыление идет тоже прекрасное. Аромат. Если вот... Ну, я сейчас сначала тогда зачитаю нотки, а потом расскажу свои ощущения. Russian Present Blue. Направление аромата свежий, цветочный. Начальные ноты. Зеленая, сирень. Мандарин, тростник, мята. Ноты сердца. Фиалка, перец, водяная лилия, белый персик. И базовые ноты. Ваниль, кедр, амаорилис, роза. Вы знаете, вот это вот описание, свежий, цветочный, я полностью согласна. Я бы даже вот зелень добавила. Вот хочется сказать, что он морской, но нет. Вот у него именно зелень и цветы. В чем-то этот аромат унисекса можно назвать, потому что он такой вот... Ну, знаете, вот в начале тут говорится... Так, где он у меня? Тростник, мята, зеленая сирень. Вот, да, вот эта вот тяжесть зелени тростника, мяты есть. Но потом он, когда, опять же, расходится, когда идут вторые, третьи ноты, то он раскрывается, уже вот появляется цветочная свежесть и какая-то вот нежность. Но в начале он звучит так достаточно насыщенно. И вот, для кого-то, может, он покажется такой и мужским ароматом. Достаточно тяжеленький. У меня приходили подруги, тестировали. То есть, одной понравился этот аромат, второй понравился вот этот аромат. Хотя я подумала, что любителей вот у этого аромата будет меньше. Но нет, подружка сказала, что вообще замечательный, это моё-моё. Поэтому ароматы нужно подбирать. Всё-таки вкусы у каждого разные. Давайте я познакомлю вас с третьим ароматом. Russian Present Magic. Или Magic. Наверное, Magic правильно тогда читается. Вот такая фиолетовая матрёшка. Она уже идёт с золотом, с золотым оформлением. Вот так она выглядит. Ну, вообще, я на матрёшек наглядеться не могу. С огромным удовольствием даже достала своих. Чтоб они тоже украсили эту картину. Ну и покажу тоже, как выглядит аромат. Вот такой он насыщенный, красивый флакон. Он также плоский. Давайте посмотрим распыление. Вот такое распыление. Ну и сейчас зачитаю ноты, а потом расскажу свои ощущения. Так, давайте уместим. Чтобы все матрёшки наши уместились. Вот такая красота. Ну и Russian Present Magic. Цветочно-фруктовый направление аромата. Начальные ноты. Глициния, листья лимона. Ноты сердца. Пион, мускус, зелень, сирень, цветы персика. И базовые ноты. Османтус, амбра, чай, кедр. Все, кто ко мне приходил, включая меня саму, все на этот аромат сказали вау. Он очень-очень красивый. Также он раскрывается всеми тремя ступенями. Аромат, ну, вы знаете, женственный. Наверное, вот так бы я сказала. Он уже подойдёт любой возраст, если вам он нравится. Единственное, что молоденькая, если девочка, то она должна любить такие вот яркие, богатые ароматы. Когда много нот, и вот они переплетаются. То есть такой вот насыщенный. Я бы даже, наверное, вот эти парфюмерные воды назвала духами. Они достаточно такие вот богатые по своему звучанию. Единственное, что надо найти свой аромат. Ну, давайте вот о мэджике. Сразу чувствуется, вот, наверное, это глициния, потому что красота цветов сразу звучит. То есть тут я мало слышу, чтобы фрукты, фруктов нету. А вот цветы красиво. Сирень, пион и вот цветы персика. Ну, не знаю, но вот очень красивое цветочное раскрытие. Потому что я не могу сказать, что я слышу пион или я слышу сирень. Но вот красоту, ароматы трудно описать. Надо, конечно, его тестировать и пробовать. Большинству, кто у меня был, всем практически понравился этот. Эти два на любителя были. То есть вот этот я вообще рекомендую приобрести и попробовать. Он замечательный. В целом, понравились ароматы очень. Если брать первую линейку, я в прошлом ролике показывала Шуга Бэби с кексиками, там мне понравились все три, то тут уже нету такой фруктовой сладости. Тут ароматы насыщенные и более женственные. Они уже идут на конкретные случаи. Если, например, вот этот я бы назвала вечерним даже ароматом, потому что он такой стойкий, он идет на прохладу, он сладкий, он такой сильный какой-то, я не знаю. Он на мороз хорош, на свежесть вечера. Этот аромат, он для сильных каких-то натур. То вот этот аромат, он на любое, мне кажется, время года подойдет. И красиво будет раскрываться и звучать на любой женщине. Но все в любом случае на любителя. От дизайна флакона до самого аромата мне в целом понравились все три. Единственное, что мой аромат, вот как я сказала, вот этот. Вот такой у меня получился обзор. Не знаю, что еще добавить. Как подарок, я считаю, что это просто бесподобный подарок. Если кому-то вообще отсылать, например, то очень красиво получается. И смотрится, и звучат очень красиво. Ну, на этом я свой обзор закончу. Обязательно все ссылки на эти ароматы я оставлю под роликом. Проходите, смотрите. На кексике Шуга Бэйби я тоже оставлю здесь под роликом. И ссылку на первый ролик, если кто-то вдруг не смотрел первую часть, где первые три аромата, то я тоже оставлю тут. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Ароматы, хочу сказать, что очень бюджетные. Мне цена очень привлекла. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Мне понравилось. Может быть, понравится и вам. А я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.